пишу самооценка и тирания долженствования так самооценка и тирания долженствования всем всем привет рада что пришли так поздно для многих то двух соцсетях сегодня я в вконтакте в instagram собак у меня здесь если будет себя плохо вести и выгоню так всем всем привет там где у меня в контакте название что не пойму где у меня в контакте название 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 так все рада что пришли те кто уже ждали прямой эфир и те кто зашли случайно и те кто смотрит в записи и у нас сегодня тема самооценка и тирании долженствования потому что тему самооценки я последнее время с ней активно работаю и я автор курса самооценка миф будь любой вы может быть уже читали да о том что я говорю самооценка мифы это действительно так сегодня с этим разберемся почему же почему же и вот есть такое у нас в названии сложные такое понятие тирании долженствовать на самом деле че сложного в нем нет да и тема моя это все-таки больше такая для для женщин женщины быстрее откликаются понимают о чем я говорю да в этом об этой тирании долженствования сейчас у меня идет бесплатный марафон но к нему сейчас уже к сожалению нельзя подключиться да и вот там сейчас у нас упражнения которые в полной мере показывают женщинам как они вот этой вот вот этим долженствованием замучены сами себя замучили и сейчас этим постепенно разберемся давайте сначала разберемся с тем кто я может быть вы меня не знаете может быть знаете меня зовут ольга сирота я профессиональный психолог я именно профессиональный психолог не диванный гуру не кухонный психолог от бога и поэтому тему самооценки я исследую работаю с ней именно с профессиональной с психологической точки зрения и я разрушаю вот эти вот мифы пси-попсы как я их называю да потому что тему самооценки она столько уже сейчас за замучена изнасилована этой пси-попсой да из каждого утюга из каждого там за бложе к какой-то там на блогерши малолетки звучат эти фразы полюби себя отпусти ситуацию на пойди купи сумку ты этого достойно то есть тем она уже такая стерзанная в эту тему самооценки суют вообще все что можно и что нельзя совать и поэтому я немножечко выступаю с опровержением этого мифа а поэтому и курс мой называется самооценка миф путь любой и сегодня об этом также говорим а мне зовут ольга сирота я профессиональный психолог значит что такое у нас тирании долженствование само понятие такое мне кажется вам емкое такое хорошее она пришла в психология от карен хорни была такая женщина психоаналитик она была ученицей фрейда но потом своих уже работа стал фрейду немножечко противоречить до его вот этой основной идеи одной из основных идеи о зависти к пенису она изучала женщин в социуме а очень много у нее есть хорошая книга самоанализ можно почитать она актуальна до сих пор вот и этот термин стал пользоваться альберт эллис основатель рэп терапии рационально эмоционально поведенческой терапии в которой я и работаю сейчас в основном так вот тирании должен ставить как мы сами себя замучиваем вот смотрите я могла бы этот эфир сегодня собственно и не провести а почему потому что я могла бы к нему готовиться готовиться и полагать что я должна его провести максимально хорошо я должна донести до вас информацию в наилучшем виде я должна во всем обязательно понравится да я не должна допустить никакой ошибки я должна сделать все вот прям вот в иголочку с иголочки и это могло бы настолько меня напугать да что я могла бы просто на этот эфир не прийти а по разным причинам могла бы просто как-то так скажем отмазаться да или действительно могла бы как ты может быть там не могло бы заболеть горло или голова а вплоть до таких соматических телесных проявлений вот эти вот эта тревога может через тело даже проявляться то есть это поведение избегания она вам тоже может быть знакомо да когда тревога или страх перед какой-то ситуации перед какими-то общением с людьми да там перед какими-то действиями настолько силен вызывает такую сильную тревогу что человек предпочитает лучше избегать даже даже если это невыгодно ему да то есть человек может например не пойти на собеседование потому что очень боится что у него не получится примеру да так сейчас я тут зарядочку себе поправлю чтобы с вами не остаться без связи это особенно касается контакта вот да это такой пример вроде бы понятно что настолько я могла бы вот этой вот идеи об идеальности могла бы настолько быть захвачена что даже могла бы не прийти испугаться сама себя на эфире на этом вот так идем дальше смотрите в слове в долженствование да естественно прочитывается корень долг должна вот это вот долженствование в его значение таком негативном это давление давление и смотрите в любом в любом переживании в его основе так вот в глубине лежит это долженствование что я называю переживанием это наши основные эмоции но в их деструктивном виде в таком разрушающим это тревога которую я уже назвала да это может быть страх это может быть вина чувство стыда это может быть раздражение или злость то есть все вот эти вот переживания которые конечно нам мешают в любом в любом переживании в основе лежит вот это вот долженствование да потому что я должна что-то сделать или мир в ответ мне что-то должен сделать я ожидаю и вот это вот даже ставание и нас загрузает смотрите лежит на поверхности да то есть либо вы должны кому-то я должна быть конечно идеальной матерью да и многие женщины по этому поводу очень 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 убиваются и испытывают чувство вины да я должна быть идеальной матерью должна там во время с ребенком играет слепить рисовать там посвящать ему время если я это не делаю то испытывать чувство вины потому что я мать кукушка я должна быть идеальной женой особенно опять же у нас отовсюду отовсюду вот эти вот все попсовые идеи о том как сначала привлечь мужика потом как удержать музыку мужика да вот эти вот такие кривые послания какие-то и к социуму тоже очень влияет да вот он эти должествования навязывает я должна быть чем эту зарядкой то есть я должна быть идеальной женой я должна быть идеальная там кем хозяйкой я должна быть идеальной дочерью должна быть идеальная идеальным работником если я на работе работаю да должна быть идеальным руководителем если я руковожу. Я вроде бы немножко так утрированно говорю, но на самом деле вот это торжествование, вот этот вот личный долг, торжествование, что я должна, если вы чуть-чуть себя поспрашиваете, так немножечко себя ощупаете, вы его в себе найдете. Особенно это для женщин. То есть я должна быть красивой, я должна быть там хозяюшкой, я не должна подводить людей, я должна быть вот такой хорошей. Либо мир, да, вот эти вот ожидания, на которые мы наталкиваемся, об которые голову себе разбиваем. Муж должен приносить деньги, муж должен меня понимать, подруга должна меня поддерживать, да, люди должны парковаться, правильно думать о других, ребёнок должен учиться хорошо и убирать в комнате у себя, да. То есть смотрите, вроде бы, вроде бы, ну а что такого? Да, ну правильно, муж должен приносить деньги. Или муж должен вас понимать, подруга должна вас поддерживать, ребёнок должен учиться. Ну как? Как? Отвечайте, пожалуйста, что-нибудь, да, пока, чтобы немножечко вы тоже включились. И можете мне какую-то обратную связь давать, да, в виде сердечек, плюсиков, там, ещё чего-то. Да, вижу, вижу, и знакомые лица тоже, всем привет. Вот. Что скажете? Должны действительно муж понимать, или там что, да, подруга поддерживать, ребёнок учиться. Олё, привет, 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 всем привет знакомым, добрый вечер, да. Что скажете? Рожествование есть у многих, конечно. Ну так вы как считаете-то? Должны, муж должен приносить зарплату, должен вас понимать, муж, ребёнок должен учиться хорошо. Как? Государство должно о вас заботиться, должно дороги хорошие делать. Вы должны не подводить людей, не опаздывать. Должны или не должны? Понятно, что вопрос подвохом. Давайте отвечайте, как думать. Должны, конечно. Должны, конечно. Вот. То есть, они все должны. То есть, либо мы должны, либо они должны. Конечно, должен, много чего, да. Вот. То есть, это те самые ожидания, которыми мы живём. И у нас тема с вами тиранида жества. Не должны, да, должны, конечно. Должны, 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 да. Сейчас как раз и разберёмся. Вот. Понятно, что вопрос с подвохом, да, потому что вроде бы всё правильно, да, они все должны, а голова болит у вас, да, желудок болит у вас, бессонница у вас, панические атаки у вас, волосы выпадают у вас. Почему бы это, да, так казалось? Понимаете вот эту связь, эмоцию и вот этих вот ваших мыслей? О чём мы говорим? Тиранида жествования, она настолько сильна, да, что вы теряете волосы и силы, и что ещё там, нервы. Почему? Потому что вы ожидаете, что вам кто-то что-то должен, либо сами себя ведёте максимально хорошо, да, вот как я перед эфиром готовила, чтобы вам максимально понравиться. Если я вам не понравлюсь, гнать меня из профессии. Вот. То есть, вроде бы всё правильно. Конечно, должен муж. Папа работает, мама красивая. Да-да-да, это классика. Должны, но не сей, не сем. Так, если не должны, то как с этим смириться? И три восклицательных знака. Вот именно. Как? Что значит не должны? Вот этот вопрос подвохом, с чем мы его, почему мы его и разбираем, да? Смотрите, вроде бы, вот так вот вас спроси, поймай, спроси. Ну, как ты считаешь, должны, не должны, как я вас, да? Вроде бы, все вы слышали, все вы так вот умом-то согласны, но, конечно, никто ничего никому не должен, да? То есть, вы умная, взрослая, современная женщина, вы понимаете, что никто никому ничего не должен, да? Но на самом деле, конечно же, у вас внутри живут вот эти вот иррациональные убеждения о долженствовании, да, которые и рождают ваши вот эти эмоции. Тревога, вина, стыд, злость, да, что там у нас еще, обида, да? Именно эти ожидания, больше ничего, понимаете? Потому что, да, вроде бы никто никого ничего не должен, но попробуй вам, ребенок, там, я не знаю, не поубираться в комнате, да? Ты должен убираться в комнате, потому что, или там, ты должна быть, у тебя же хозяйка еще, у тебя еще замуж выходить, да, переживаете вы за дочь. Ну, а как еще, если она будет вот такой свинюшкой? Да, или как это муж меня, почему он сидит и не обращает на меня внимания, тыкать там в телефоне? Он должен же меня понимать. Подруга должна меня поддерживать. Зачем она мне сказала, что я потолстела, и платье у меня дурацкое? Вообще она должна меня поддерживать, да, понимаете? Раздражение на злость, на ребенка, который, там, допустим, принес плохую оценку, должен же хорошо учиться, да? На мужа, обида на подругу, чувство вины перед мамой, да, потому что мама что там, попросила помидоры вы там посадить, или что? Мама позвонила, начала какой-то там сериал рассказывать, да, все, вы не делитесь, и скажет, мам, ну все, ну хватит, все. Положили трубку, и все, и чувство вины, ну, я же должна была послушать маму, я же должна была себя вести не так. Все вокруг этого. То есть, смотрите, с одной стороны, никто никому не должен, но это понятие тоже немножко упрощено, оно так вульгарно понимается, да, и человек может сказать, интересно, если никто никому не должен, а давайте я так тоже буду, давайте я тоже сейчас вот побросаю, тоже так вот такая гордая буду, никому ничего не должна. Понимаете, здесь не было бы этого конфликта, да, не было бы у вас вот этих вот эмоций переживаний, не было бы у вас тревог, не было бы у вас неврозов, да, не было бы у вас каких-то психосоматических там болячек, если бы все так было хорошо. А есть внутренний конфликт, вроде бы вы знаете, что никто никому ничего не должен, но вы требуете, потому что внутри все равно живет вот это вот долженствование, что на самом деле должны, я сейчас буду это требовать, да, Почему так происходит? И что тут делать-то? Вот этот вопрос, и как быть интересно? И что же, вот сейчас я вот это всё пролечу, и мне будет всё равно? Давайте почитаем. Да, вот, если не должны, то как с этим смириться? Как это не должны? Смотрите, здесь тоже немножко вот это должны и должны так поисследуем. Здесь о чём речь идёт? Речь идёт о, вот если здоровые, допустим, отношения любые, с мужем, с ребёнком, с подругой, с коллегами, там ещё что-то. То есть мы можем ожидать, но мы не можем, вернее, нам хотелось бы. Мы с вами что можем для улучшения вот этой ситуации, для того, чтобы вы не испытывали деструктивные эмоции? А вы можете поработать не с содержанием самим, а с формой. Содержание – это вот эти дожествования. Форма жёсткая. Ребёнок должен учиться, а муж должен там деньги приносить, подруга должна там ещё что-то. Это жёсткая форма. Если вы её смягчаете, есть волшебная формула, она именно в рэп-терапии работает, когда мы вот это вот долженствование меняем на хотелось бы. Хотелось бы, чтобы ребёнок у меня учился хорошо. Хотелось бы, чтобы в этом прямом эфире я вам понравилась вообще всем. Хотелось бы, чтобы муж приносил зарплату. Но из того, что вам так хочется, вовсе не следует, что так и должно быть. Или следует. Вот из того, что вам хочется, следует, что так и должно быть. Вот и мы приходим к здоровым ожиданиям. Хотелось бы, но нет жёсткого ожидания, понимаете? Потому что из того, что вам так хочется, вовсе не следует, что так и должно быть. Это, конечно, не за раз, но я вам сейчас предлагаю просто новую, так скажем, дорожку для мышления. Это способ мыслить рационально. Пока он просто, если вы слышите впервые о рэп-терапии, если впервые вот эту тему вы разбираете с такой точки зрения, она вам, конечно, не сразу ляжет. Но подумайте в эту сторону, кто вам и что должен, кому и что должны вы. И любое это выражение можно поменять на «мягкое хотелось бы». Если будете жить без жёстких ожиданий, то не будет у вас ни панических атак, да, ни выпавших волос. Всё то, что бывает у вас, когда заходим мы далеко. Вопросы, друзья мои. Если есть вопросы, давайте. А я сейчас посмотрю, что у меня по плану. Улё, давайте, пожалуйста, у меня обратную связь какую-нибудь, хотя бы в виде сердечек, чтобы я видела, что вы слышите, слушайте, ВКонтакте все присоединяются, присоединяются, присоединяются. Друзья мои, давайте какую-то обратную связь и пойдём дальше. Пойдём дальше отвечать на вопрос «что делать?» Да, одно такое одинокое, да, вот-вот, вижу. Всё, Инстаграм вижу, спасибо большое за обратную связь, да, что там ВКонтакте замерли все. Идём дальше, друзья мои, с этой тиранией и доженствований, с тем, чтобы вы перестали быть идеальными матерями. Женщина должна быть прекрасной, всем всё должна, да, и поэтому у неё так всё сложно с эмоциями получается, потому бессонница, потому уже, открыв глаза, хочется спрятаться обратно. Да, хотя со стороны вроде всё нормально. Так, 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 давайте здесь у нас вопросы. Вопросы в Инстаграм. Так, родители и бабушки не понимают, так и живут с мыслями. Я должна и все должна. Вот, смотрите, родители и бабушки, да, то есть это то, что вы можете наблюдать со стороны, со стороны оно виднее. Что касается вас, да, то есть здесь главный вопрос, пока порешать вот эти вот конфликты и посмотреть, поискать свои доженствования, да, потому что когда вы говорите родители и бабушки не понимают, да, то есть это растёт раздражение, потому что вам кажется, что они должны понимать, да, вот так вот быстренько на простом примере мы это и разбираем. Понимаете, то есть со мной это всё нормально, а вот родители и бабушки, они-то, конечно, ни хрена не понимают. И что, да, то есть на них, если это близкие, да, бабушки, там, свекровь, на неё быстро можно обидеться, да, это сразу обида, потому что что? Всё тоже доженствование, что оно должно как-то по-другому себя вести. Поэтому сначала, сначала исследуем себя, сначала свои долги, доженствования, да, потому что это легче, проще что-то там увидеть у других, но на самом деле оно работает по тому же принципу, и так вы далеко не уйдёте. Так вот, да, друзья мои, поняли мы с вами, что в основе всех вот этих вот эмоций, деструктивных, я не говорю негативные эмоции, да, специально, потому что в нормальной психологии, в научной, не в пси-попсовой, да, нет понятия негативные эмоции, можно их назвать деструктивными, да, эмоциями, которыми мешают. Но мы не можем их делить на негативные, позитивные, потому что это такой шизофренический мир получается, разделённый на чёрное и белое. Все эмоции, которые есть, можно принимать, понимать, исследовать, но если они вам мешают, да, то с ними что-то можно делать. А деструктивные эмоции мешают, ещё раз их назову, да, тревога, вина, стыд, обида, злость, а это всё то, что вас захватывает. Захватывает. Почему? Потому что внутри есть долженствование. Либо я себя веду так, потому что у меня есть идея о том, что я должна, либо я веду себя по отношению к другим, потому что у меня есть представление о том, что они должны. Понимаете? Конфликт в том, что мы все знаем, таки мы умны, что никто никому ничего не должен. Фигушки. Внутри у нас есть жёсткое ожидание, что должно быть. И сейчас вот эту тему послушав, вы можете себя ловить. Включайте осознанность, не на других переключайтесь, не о других думайте, какие они всё-таки, да, вот они-то не понимают. Переключайтесь на себя. Отлавливайте вот эти вот свои долженствования. Что с ними делать? Смотрите, вот немножко сказала про эмоции, да. Если вы начинаете за собой следить, да, вы таким образом действительно повышаете свою осознанность, да, вы начинаете понимать, что с вами происходит, вы начинаете управлять своими эмоциями. Управлять не в смысле подавлять их, или там упаси Господь менять, там негативный, непозитивный, нет. А управлять в смысле понимать, откуда они у вас рождаются, чем мешают, куда там они вас уводят. Осознанность и наблюдение, наблюдение за собой. Смотрите, вот я говорю о том, что, ну, именно рэп-терапия, да, рационально-эмоционально-поведенческая терапия, работает это, вот это термины, да, и весь понятийный аппарат отсюда, о том, о чём мы с вами говорим, да, вообще из поведенческой терапии. И вот эти вот мышления иррациональные, то есть нелогические, которые вы просто усвоили, да, и эмоции, которые от этого мышления у вас рождаются. Так вот, смотрите, чем отличается, собственно говоря, работа в терапии, например, да, от привычного нам самоуговаривания. Ведь все вы пробуете, да, как-то справляться с этими эмоциями, но это нормально, психика старается нам помочь, как-то нас вытянуть, но что мы делаем, нас этому же никто не учил, что мы делаем. Мы начинаем себя самоуговаривать. Да ничего страшного, да, ну подумаешь вот такой, ну подумаешь, кому ты не понравишься, ты же не 100 долларов, да, ну подумаешь, там он тебя бросит, ты что другого найдёшь, или вообще никакого тебе не надо, да, ну подумаешь, вот это произошло, ничего страшного, да, да забудь вообще, не думай об этом, да переключись иди на комедию какую-то там, посмотри, то есть самоуговаривание, который ни к чему не приводит, да, потому что да плевать мне вообще, кто обо мне что думает, да не наплевать, никогда вам не было наплевать, и никогда не будет, потому что мы существа социальные, и мы друг от друга очень взаимозависимы, да, и вот эта идея мне плевать, что обо мне скажут, это такое же вытеснение, это такой же просто механизм заталкивания эмоций, да, когда плевать, что обо мне скажут, и ничего страшного, и всё, всё ерунда, это плохой способ, он не очень помогает вам с этими эмоциями справляться, что вы можете делать, только их вытеснить, куда-то затолкать, да, чтобы они потом где-то вылезли в чём, ну опять в психосоматике какой-то, да, в головных болях, в бессоннице, там, в панических атаках, то есть смотрите, это и вы сами привыкли, да, и, ну, социум тоже поддерживает, да, когда вы грустные, что вы, люди вас пытаются поддержать, говорят, да не думай об этом, да наплюй ты, ты иди погуляй лучше, жизнь только начинается, понимаете, всё это, это способ поддержки, поддержка, она сама по себе хороша, да, но здесь просто, она не очень сильно помогает, с чем, собственно, отличается психотерапия, например, от, там, общения с подругой, подруга может вам помочь, облегчить состояние, да, или там, ну, как-то развеселиться, а психотерапия вам может помочь изменить жизнь, вот в чём разница, так вот, да, общество говорит, не чувствуй, то есть и вы сами себе говорите, да, и окружение по привычке, мы говорим себе, не чувствуй, да, к чему это ведёт, вы сами понимаете, к тому самому запихиванию куда-то, так, что, что у нас тут пишут, так, моё раздражение опережает мои правильные мысли, а всё правильно, смотрите, вы очень точно заметили, что так и происходит, это не только у вас, ваше раздражение опережает правильные мысли, ну, в смысле рациональные, да, если вы это уже понимаете, тут уже дело техники просто, да, здесь дело просто навыка, это нужно тренировать, да, как изучение, там, из-за иностранного языка, как спорт, но вы понимаете верно, что есть раздражение, да, оно рождается, вот, кривыми мыслями, вы думаете, что там, я не знаю, там, начальник должен вести себя вот так, а он за раз, а так не ведёт, да, у вас раздражение, и когда вы научитесь вот это вот отслеживать, какие мысли рождают эмоции, у вас появится зазор, потому что пока у нас вот этого зазора нет, у нас стимул реакции, как у инфюзории туфельки, её иголочкой ткнули, она съёжилась, то есть у нас получается то же самое, да, то есть кто-то что-то сказал, у вас дзыньк там по голове, он не должен так говорить, злость, обида, то есть моментально, когда вы начинаете осознанно жить, когда вы начинаете за собой наблюдать, у вас как появляется зазор, вы становитесь уже хомо сапиенс, а не инфюзория туфелька, которая стимул реакции, стимул реакции, то есть вы уже можете понимать, какие мысли ведут к каким эмоциям, так вот, да, получается, что когда мы себя самоуговариваем, это ведёт просто к вытеснению, да, к отрицанию каких-то эмоций, в чём разница именно в, так скажем, в правильном подходе, да, это, ну, мы здесь говорим о реп-терапии, да, это основной метод, с которым я работаю, в котором я достаточно уверена, в чём разница, то есть иногда клиенты, да, или люди, которые там читают, об этом у ареп-терапии, или мы рассуждаем на эту тему, вот, долженствование, там, ещё чего-то, да, то есть человек пугается, начиная понимать вот эту цепочку, что раздражение от того, что кто-то должен, и человек говорит, я сейчас, вот как вот я сейчас это всё проработаю, и что же я стану эгоистом, какой кошмар, да, или что же мне станет на всё наплевать, понимаете, то есть получается, что люди, в принципе, да, и многие из вас тоже, если вы себя сейчас ощупаете, и проверите, подходит вам это или нет, мы не привыкли жить без тревоги, мы вообще не знаем, как это жить без тревоги, и вот эта вечная тревога нам кажется нормальной, и нас удивляет это, то есть если нет тревоги, то вы какой-то пофигист, или там какой-то махровый эгоист, понимаете, хотя есть жизнь без тревоги, да, когда вы не вытораскиваете глаза, сам в утро думает, господи, что же делать, там у меня кредит, или там, я не знаю, вдруг кто-то заболеет, или что-то вдруг такое произойдёт, то есть такое прям нормальное тревожное состояние, или вечером вы не можете уснуть, гоняете, 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 всё, то есть это вам кажется, а когда вы проработаете, как же я жить-то буду, если я это всё проработаю, мне что, наплевать, что ли на всё будет, нет, то есть есть середина нормальная, то есть есть тревожное поведение, да, невротическое, есть действительно какой-то больной эгоизм уже, а есть в середине состояние, которое не всем знакомо, но доступно, это состояние, как спокойствие, радость и расслабленность, представляете, это совершенно не значит, что вы становитесь жёстким пофигистом, вам на всё наплевать, нет, я вам сейчас покажу про разницу в эмоциях, но сначала расскажу о том, как же бывает, когда вы не уговариваете себя, не обесцениваете свои чувства, а что же делать, вот в рэп-терапии происходит то же самое, вроде бы, да, то есть вы меняете способ мышления, да, но основное здесь то, что вы не обесцениваете свои чувства, вы их никуда не засовываете, вы не говорите себе, да плевать, ничего страшного нет, вы начинаете знакомиться со своими переживаниями, чувствами, вы учитесь их называть, да, и учитесь их признавать, принимать, потому что вы знаете, что с ними делать, да, например, вы знаете, что если это произойдет, я расстроюсь, да, или если случится вот такая ситуация, мне будет очень неприятно, мне будет некомфортно, вы не говорите себе, что наплевать, нет, не наплевать, и как я рассказывала вначале на самом простом примере, да, я могла бы не прийти вообще на этот эфир, потому что если бы у меня было долженствование личное, да, идея о том, что я должна вообще максимально его сверхъестественно привести, всем понравиться, то есть это дорожествование могло бы меня просто напугать, да, я бы тогда избежала этого избегающего поведения, да, но когда это рационально, я понимаю, и мое мышление таким образом работает, что если, да, я никому не понравлюсь, меня, конечно, это расстроит, потому что, ну, хотелось бы, да, хотелось бы, ну, был бы какой-то отклик, я очень расстроюсь, да, возможно, там, ну, не знаю, поплачу даже, да, но я понимаю, что из того, что мне хочется всем понравиться, вовсе не значит, что так и будет, да, и я продолжу, найду в себе силы, продолжу, ну, что там, работать над, ну, над своей деятельностью, чтобы ее улучшить, не для того, чтобы все-таки всем понравиться, да, для того, чтобы, ну, как понравиться, получить какой-то положительный отклик, понимаете, то есть, с одной стороны, это тревога и страх, и просто ужас, да, ужасно, если произойдет это, с другой стороны, понимание, что хотелось бы, чтобы все было, как я хочу, но, к сожалению, так может не быть, и я, если произойдет вот это вот, да, я расстроюсь, да, или мне там будет, мне будет неловко, то есть, вы свои чувства, вы никуда их не засовываете, вы их называете, и это тоже навык, просто такой, знаете, дзен, если вы этому научитесь, вы просто поймаете, дзен, да, если вы научитесь понимать и называть вот эти чувства, не вытесняя их никуда, да, и вот тогда вы можете уйти, уже прийти к тому самому принятию, не вот этому вот пси-попсовому, отпусти ситуацию, там, прими ситуацию, нет, да, это совершенно, вот такие бесполезные советы, потому что они не основаны ни на чем, чтобы принять ситуацию, нужно пройти путь, да, вот это вот процесс, и принятие процесс, и осознавание, и включение вас, проснувшись, проснувшихся в новую жизнь, вот, то есть разница, если дальше, после нашей с вами вот этой беседы, да, вы начнете постепенно понимать, где долженствование, да, какие у вас включаются деструктивные эмоции, да, вы уже начнете их называть, переназывать, да, и понимать, что с этим можно жить, да, я понимаю, хотелось бы, конечно, что все прошло максимально хорошо, но, к сожалению, с того, что мне так хочется, вовсе не следует, что так и должно быть, представляете, мы не можем управлять вселенной, слава богу, да, то есть, и вы признаете, что если произойдет все не так, как мне хочется, я расстроюсь, к примеру, да, или мне будет, ну, дискомфортно, да, прям вот неприятно, но вы знаете, что дальше с этим делать, потому что у вас силы-то не уходят на самоуговаривание, у вас не уходят силы на тревогу, вот на это вот, да, которая хватает за горло, прямо разрушает, понимаете разницу? Давайте какую-то обратную связь, я пока водички глотну, вопросы, обратную связь в инстаграме, вижу сердечки, молодцы, спасибо за обратную связь, в контакте тоже, если там есть кто живы, давайте обратную связь, плюсики и сердечки, а я посмотрю, что у меня дальше, да, и сейчас поговорим про разницу, да, вижу, вижу, вижу в инстаграм, вижу сердечки ваши, спасибо, 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 идем дальше, готовьте вопросы, чтобы у нас есть, останется, а, вопросы вот вижу в инстаграм, давайте почитаем, так, в большинстве ситуаций, вы педиадемите, и вообще видеть, никого не хочется, не хочешь, да, так, моего ребенка обидел друг, обижаюсь я, как можно проработать эту эмоцию, не могу контролировать эти чувства, ну, понятно, да, то есть, опять, как я сказала, это процесс, я не могу сказать, что вот так прорабатывать, да, но вот путь мы можем наметить, да, то есть, обида ли это на самом деле, или это все-таки злость, да, что это, как обидно вам за ребенка, да, то есть, если вот эту эмоцию немножечко почувствовать, да, то там скорее будет злость или раздражение, то есть, моего ребенка обидели, это такой, ну, защитный рефлекс, хочется обидчика как-то, на всяком случае, разозлиться на него, если даже нет доступа к этим эмоциям, да, то есть, это тоже вытесненные, потому что раздражение, злость, это у нас в социуме табуированные все-таки эмоции, да, и большинство, очень много людей даже это в себе не позволяют, в общем, ну, вы понимаете, что вы можете злиться, потому что здесь непонятно, как это обидели ребенка, и вы обижены, а как вы, как вы вместе, ну, как вы это чувствуете, то ли вы называете обиды ли это, да, или это может быть все-таки какая-то злость, и как можно поработать эту эмоцию, не могу контролировать это чувство, то есть, вот, смотрите, хорошо, что есть пример, на этом примере вы возвращаетесь к тем мыслям, которые чувства породили, если обида, хотя, как я сказала, сомневаюсь, что это обида, да, скорее всего, это злость, просто непроявленная, да, ну, давайте, если это обида, а то вы возвращаетесь назад и слушаете, да, что вы думаете по этому поводу, вот то, что вы думаете по этому поводу, это лучше выписать, да, когда у вас нет человека, ну, который вам помогает это раскрутить, да, отличнейший, просто отличнейший способ, это письменные практики, я их фанат, да, в моем блоге, Сова Совет, в Инстаграм, очень много по письменным практикам материалов, да, я говорю, что письменные практики, это доступный, бесплатный психотерапевт, который всегда с вами на связи, просто идите и выписывайте, что вы думаете по этому поводу, и наверняка вы найдете там долженствование, о чем наш сегодня вообще прямой эфир, да, то есть вы что-то можете подумать, да, что родители ребенка должны были его воспитать иначе, да, или дети должны себя вести уже в этом возрасте понимать, что так нельзя делать, то есть, ну, что-то такое вы наверняка найдете, долженствование, в основе, вот в ядре любой эмоции, живет долженствование, возвращаемся, это основная мысль нашего прямого эфира, живет долженствование, да, ваша обида, она обусловлена вот этим ожиданием, что ребенок должен себя по-другому вести, или ваш ребенок должен себя по-другому вести, там, ну, опять же, как вы считаете, должен там был он ответить или еще что-то, вот, то есть работать уже именно вот с этим, то есть то, те мысли, которые вы обнаружите, мысли именно, да, которые вы можете сформулировать и прописать, это и есть те самые рациональные убеждения, которые рождают вас в данном случае обиду, то есть с ними, менять, даже если вы чуть-чуть поменяете, вот, по той формуле, о которой я говорю, хотелось бы, хотелось бы, чтобы родители этого ребенка, да, воспитали его, там, воспитывали его как-то иначе, да, и хотелось бы, чтобы, ну, родители, там, я не знаю, пришли, извинились, или еще что-то, что у вас там происходит, да, но, к сожалению, из-за того, что вам так хочется, вовсе не следует, что так и должно быть, вот эти вот, когда вы снимаете жесткое вот это долженствование, у вас остаются силы, эмоции, энергии, вы остаетесь спокойной, и уже спокойный человек может принимать другие решения, и демонстрировать другое поведение, когда вы спокойны, когда вас не захватывает обида или злость, да, вы можете что-то делать, вы можете пойти, там, не знаю, к учителю, пойти к этим родителям, там, не знаю, написать в инстаграме, поднять эту тему, да, чтобы как-то, эти, какой-то резонанс получить, даже для себя может быть что-то, вот, это еще плюс, когда у вас деструктивные эмоции превращаются в конструктивные, у вас другое поведение, вы спокойно можете управлять, то есть получается, как раз человек не становится вот тем самым эгоистом, которым вы все боитесь стать, и пофигистом, нет, наоборот, у него есть, если есть желание и силы, да, он может просто спокойно менять ситуацию, либо из этой ситуации эмоционально выходить, я не могу поверить, что есть жизнь без тревоги, я понимаю, да, я понимаю, Эльвира, это не только вы, да, но, во всяком случае, вы допускаете, допускаете мысль, что так бывает, вы же тоже много работаете, так, добрый вечер, а как быть с утренней тревогой, когда еще ничего не случилось, а уже непонятная тревога начинается, ты с первых минут уже устала, да, смотрите, тоже у меня есть и посты, в сова совет, я прям писала именно об утренней тревоге, так, что по времени, сколько у нас времени есть еще, да, смотрите, упражнение, которое я всем советую, оно простое, и в сова совет, вы можете его найти, называется утреннее письмо, что-то такое против тревоги, то есть вы свечи, это, конечно, не прям не глобальное решение проблемы, да, но это уже дорожка, путь по выправлению, понятно, что вам нужно искать вот этот корень, что такое у вас вызывает эту тревогу, а если она такая размытая, действительно такая бывает тревога, когда открываете глаза, уже устала, да, уже жизнь пугает, и хочется обратно залезть, то, конечно, есть какая-то, ну, общая неудовлетворенность, ее нужно искать, как себе можете помочь, с вечера вы пишете себе письмо, вернее, не письмо, а записку, не надо, там огромное такое письмо, вы вечером перед тем, как ложиться спать, вы понимаете, немножко, если поискав, вы поймете, что вас больше всего будет утром тревожить, дайте этому название, да, поищите, поищите, что это может быть, да, эта тревога, она такая глобальная, но она есть какое-то название, да, может быть за детей, да, может быть там за деньги, может быть за здоровье, то есть классические наши темы, которые интересуют человечество, да, что-то, и вы можете себе написать, да, ну, смотрите, например, когда я делаю какой-то там запуск проекта, да, у меня какой-то там тренинг новый или еще что-то, да, я тоже, я открываю глаза, вот так вот их вытаращив, да, и думаю, боже мой, там, что у меня сегодня, там, написала ли я статью, там, или еще что-то, да, если я знаю, что утром у меня будут вытаращенные глаза, вечером я себе пишу, Оля, доброе утро, ты все успеешь, с тобой все в порядке, да, постепенно сейчас ты, ну, как входишь в день, то есть какая-то короткая записка, то есть самое простое, что вы можете делать, написать себе записку, так, надо, да, ну, предположить Наташа, Наташа, доброе утро, с тобой все в порядке, да, а вы же, по-моему, в марафоне, да, и мы там с вами говорили о том, что вот это основная точка, да, что со мной все в порядке, да, вы пишите, Наташа, доброе утро, с тобой все в порядке, да, сейчас ты постепенно включаешься в этот день, ну, и там называете, если ты боишься, там, я не знаю, там, идти в налоговую, с кем-то встречаться, что-то делать, да, то ты постепенно это сделаешь, то есть доброе, короткое, не надо длинное письмище себе писать, то есть вы глаза открываете, да, берете эту бумажку, и вас встречает новый день, да, вот уже с такой поддержкой от самой себя, да, научиться вот эту вот поддержку получать от самой себя, это архи-архи важно, вот, так, идем дальше, дальше идем, что там у нас, так, 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 в инстаграм нет вопросов, так, контакт, что-то вообще молчит, да, пожалуйста, идем дальше, значит, смотрите, говорим об эмоциях, поговорили разницу, да, между самоуговариванием, да, и исследованием, называнием собственных эмоций, да, то, что вам даст опору, смотрите, почему я говорю конструктивные, деструктивные эмоции, да, мы с вами не говорим о негативных и позитивных, потому что такого разделения нет, оно есть в пси-попсе, там, какой-то в эзотерике, оно есть, да, думай позитивно, там, о единорогах, оторвись от реальности вообще, уйди в психоз, но думай позитивно, нет, мы думаем не позитивно, не негативно, мы думаем рационально, да, рациональные мысли, они порождают, естественно, конструктивные эмоции, что это такое, смотрите, я вам даже сейчас назову, кстати, не сказала вам, может быть, нужно взять какие-то листочки, чтобы что-то записать, смотрите, у каждой эмоции, да, есть не плюс и минус, а есть, так скажем, такая приемлемая доза, ее назовем, да, есть такой объем, вот этих эмоций, которые вас захватывают, они, вы с ними не справляетесь, да, тревога, она, вот, она клашматит, да, как уже, да, вот вы написали, что с утра невозможно, вначале я приводила пример, да, тревога могла бы, даже, ну, сбить меня с толку, я могла бы испугаться, не выйти в эфир, например, да, то есть, что обида гложет, гложет, вы не можете, тоже постоянно это пережевываете, пережевываете, да, чувство вины, тоже все вы знаете, это понятие токсичной эмоции, да, то есть, все это большая доза, которая вас захватывает, что делать, когда вы это все прорабатываете, да, постепенно вы придете от этой великой тревоги, к нормальному такому состоянию, то есть, у каждой эмоции есть, как вот этот большой объем, которым вы все и живете, да, и без которого вы не представляете своей жизни, и есть такой, знаете, такая доза, которую спокойно можно выдерживать, вот я вам даже их сейчас назову, да, даже на уровне понимания, на уровне слов уже станет легче, смотрите, вместо вот этой вот тревоги, которой вы живете, и боитесь, что когда у вас не будет тревоги, вы станете пофигистом, как же дальше жить-то, нет, вместо тревоги нормальная доза, это обеспокоенность, понимаете, вы не становитесь пофигисткой, у вас есть обеспокоенность, которая позволяет вам следить за ситуацией, например, да, быть в каком-то в тонусе, не в тревоге, не в напряжении, а в тонусе, да, сейчас вот тревожная мама, что делает, она выносит мозг к себе, детям, мужу, там, бабушкам всем, замучивает всех вокруг, потому что ее грызет тревога, просто боится, как бы чего не вышло, да, мама с нормальной вот этой дозой переживаний, с обеспокоенностью, да, она может позвонить ребенку, спросить, ты там, поел, ты взял еду, ну, или еще что-то, да, беспокойный человек, он может, то есть, когда вы тревожитесь, да, например, ревность, да, можно назвать, ну, это тоже про тревогу, да, другого, там, фона, другого спектра, но вы тревожитесь, ревность, это такая тревога, что он меня бросит, да, он где-то сейчас, он не звонит, потому что, конечно, он сейчас с бабой где-нибудь, да, обеспокоенность, это когда вы звоните, говорите, дорогой, ты нормально доехал, то есть, обеспокоенность, вы просто, ну, как, интересуетесь, вы переживаете, вы в тонусе, вот, у чувства вины, нормальная доза, какая, как вы думаете, пока вы думаете, прочитаю сейчас, Оля, как перестать себя сравнивать с другими, я не о внешности, а о карьере и уме, что я домохозяек, который применяла возможность карьерного роста на детей, сырники, чистоту в доме, злость на себя, ну, смотрите, если мы отмотаем, да, такой простой вам вопрос, да, почему вы вообще не должны быть домохозяйкой, а почему вы даже, вы себя сравниваете с карьерным ростом, почему вообще у вас должен быть карьерный рост, почему вы не должны быть домохозяйкой, просто вот эти вопросы запишите и себе ответьте, поотвечайте, да, то есть немножко с другого конца мы заходим, вам же знакомы письменные практики, то есть вас грызет вообще, и у вас идея-то основная какая, что я должна быть там кем-то, я не знаю, бизнес-леди или еще кем-то, а вы домохозяйка, а почему нет, почему вы думаете, что вы не должны быть домохозяйкой, вот с этого зайдите, круга, так, я спросила, значит, что вместо вины, сожаление, конечно, конечно, вина, представляете, вина, вина, она вам не спать не даст, нет, сожаление, конечно, я сожалею, что так произошло, это можно использовать, как в взаимодействии, да, если вы чувствуете свою вину, вам кажется, что вы виноваты, да, вы можете сказать, там, я сожалею, что так случилось, да, вы можете для себя это говорить, да, сожалею, что, ну, так произошло, то есть даже если без какого-то там взаимодействия, да, конечно, сожаление, чувствуете, да, даже когда мы их переназываем, вы хотя бы можете понимаете, как это будет выглядеть, когда вы это все проработаете, да, что там у нас еще есть, злость, раздражение, недовольство, да, недовольство, это даже не назовешь его совсем уж эмоции, да, недовольство, если вас не грызет вот эта злость, блин, они должны парковаться, должны как люди, вообще должны думать вообще о людях, правительство должно уже эти дороги себе устроить, да, муж сказал, должен вот это вот делать, то есть вас грызет, злость, раздражение, да, недовольство, у вас нет вот этих вот этого напряжения, вы спокойны, у вас больше эмоций, больше сил, вы, ну, как это есть, и конструктивные эмоции, конструктивное поведение, недовольство вы можете выражать, не загрызть человека, потому что вы там что-то копите, 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 да, применяете вот это самоуговаривание, говорят, да наплевать, ничего страшного, потом как вас порвет, естественно, один прекрасный момент, да, и вы все это вываливаете, понятно, что это все, все деструктивное, когда вы спокойны, вы можете это недовольство выражать, да, вы можете, если хотите, у вас есть силы, вы недовольны, вы идете к соседу и говорите, что вам не нравится, что он так паркуется, если он будет так продолжать парковаться дальше, вы ему сбросите бомбочку с водой на машину, или крошу, когда-то накрошите ему, да, я шучу, утрирую, конечно, да, то есть недовольство вы можете выражать, можете мужу выражать его, да, но не в плане, дорогой, нам надо поговорить, потому что для мужчин, вот эта фраза, женщина, дорогой, нам надо поговорить, это сигнал вообще, это дангер-дангер, нужно срочно валить из дома, вот, но об этом в другой раз как-нибудь поговорим, то есть не злость, не раздражение, которое вас захватывает, у вас прям вот из ушей пар валит, а недовольство, которое вы можете, у вас есть сила либо выражать, да, либо просто вы недовольны, вы это для себя называете, что мне это не нравится, да, и с этим можете дальше жить, так, контакт какой-то у меня вялый, вот, так, что у нас там еще про тревогу, да, вина, сожаление, вот, то есть вы смотрите, получается, что вы просто работая над собой вот в этом по ключе, да, вы ослабляете хватку, хватку вот этого долга, вот этой тирании, должностовании, о чем сегодня мы и говорим, так, 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 что, ну, и как делать, понятно, что самый лучший помощник это психотерапия, но и как уже сегодня я вам накидала много способов, методов, кто зашел позже, можете пересмотреть о том вообще, в какую сторону двигаться, да, о том, что бывает рациональное мышление, это способ мышления, еще раз напоминаю, не мысли мы меняем негативные на позитивные, да, а способ мышления рациональный, да, он позволяет вам испытывать конструктивные эмоции, которые вас не захватывают, а значит, у вас другое поведение, если у вас другое поведение, у вас другая жизнь, так, что еще можно делать, так, так, ну, давайте сегодня уже мы в репотерапию не будем углубляться, да, ну, письменные практики, письменные практики вообще, если вы можете прописывать, прописывайте, да, я знаю, что есть люди, которые, которым просто, просто вообще никак не ложатся письменные практики, да, люди говорят, что я не могу писать, ну, здесь тоже дело привычки, потому что у кого-то остался вот это вот такой, какой-то налет негативный, может быть, со школы, да, когда нас там заставляли писать, да, но вообще это одна из, если не единственная, на самом деле техника самопомощи, которая действительно эффективна, потому что всякие аффирмации, медитации, да, это все не то, медитация дело хорошее, но оно не так работает, совсем немножко иначе, а аффирмации, что, как это, самобаятельно привлекательно, это вообще не работают, то есть письменные практики, все, что вы можете делать, хотя бы вот сегодня, уже после эфира, вам хватит даже тут самостоятельной работы, так, чтобы понять, вам нужно отделить ваши мысли от ваших чувств, потому что пока у вас этот комок, да, с этим капком в голове вы живете, да, если вы начинаете вот эту вот работу по разделению, уже можно будет с этим что-то делать, работать именно с мышлением, и смотрите, почему у нас называется, да, самооценка и тиранида женствования, потому что, ну, самооценка все-таки такая больше женская тема же, женщины очень интересуются, да, и женщин очень легко купить на эту тему, да, потому что ты этого достойна, да, под этим флагом продается все что угодно, даже не придется, а впихивается, втюхивается, начиная от каких-то сомнительных тренингов до шампуня для, как это, лошадиного шампуня, да, ты женщина, ты этого достойна, и купи шампунь у нас, да, вы на это, если ведетесь, то действительно покупаете все, что вам совершенно не нужно, так вот, да, тема эта немножко все-таки женская, но, да, основная идея, которую я транслирую, да, и которую вы уже читаете, читаете меня, это самооценка миф, также называется и курс, самооценка миф, будь любой, и даже не будь собой, да, именно будь любой, вообще какой хочешь, можешь хоть кверх ногами ходить, это опять же про, в противовес вот этой тирании доженствования, когда есть идея о том, какой я должна быть, да, это жесткая идея, что я должна быть хорошей матерью, да, что я должна быть почему-то бизнес-леди, да, или я должна быть там хорошей женой, хозяюшкой вот этого тоже, из пси-попсы, вот такой вот трансляции, вот это отрасти косу, надень юбку, иди вдохновляй мужика своего, который валяется там у вас на диване, то есть все это, конечно, извращенные идеи, и самооценка, да, ну, пока уж будем ее так называть, вместо вот этой вот самооценки, которая, кстати, самый прямой путь к неврозу, и Альберт Элис, основатель реп-терапии, которого и вначале я вспоминала, и сейчас вспомню, да, как раз он и говорил о том, что самый простой способ попасть в невроз, это вот заниматься измерением своей самооценки, почему? Потому что это замкнутый круг, да, если вы пытаетесь свою самооценку поднять, улучшить, там, расширить, углубить, то, значит, в основе лежит идея о том, что с вами что-то не так, да, и чтобы это что-то не так сделать, вам нужно сравнение, то есть вы опять ходите по кругу, вы понимаете, что с вами что-то не так, вы себя сравниваете с кем-то, то есть чтобы улучшить самооценку, вам нужно померить, да, у меня низкий самооценка, потому что я жирная, а как я узнала, что я жирная, потому что все остальные худые в журналах, все, со мной все не так, да, я утрирую, конечно, но именно так это работает, и здесь ловушка в чем, в том, что вы не можете померить самооценку, вот никак, да, если вы пытаетесь что-то делать самооценкой, вы пытаетесь какую-то вырвать часть одной из себя, это про тело или про ваши какие-то умения или еще про что-то, и натянуть на какой-то стандарт, которого нет, все, вы в тупике, почему, он и говорил, да, что прямой путь в невроз, вот эта попытка что-то там измерять и куда-то себя натягивать, в противовес есть именно, опять же, здоровый механизм отношения к себе, это принятие, но, опять же, не то принятие, которое «люби себя», «прими ситуацию», нет, а это процесс, вот сегодня даже то, о чем мы говорили, это процесс, он может привести вас к принятию, к спокойному такому дзену, да, когда у вас будут конструктивные эмоции, хорошее поведение, да, хорошее в смысле, не в смысле пятерка вам за поведение, а поведение, которое вам помогает жить, а не загоняет в тупик, поэтому вот эта тема самооценки, она тупиковая, да, и самооценка «Миф, будь любой», так называется мой курс, к которому уже вы можете присоединяться, да, надеюсь, сегодня он показал, что я знаю в этом очень много, и еще одна такая особенность, почему об этом говорю, что это курс от профессионального психолога, да, я не диванный какой-то гуру и не психолог от Бога, который просто, я много пожил и много видел, и сейчас я вас всех научу, девочки, слушайте меня, как нужно жить, нет, да, вот эти отдельные истории, они не работают, курс от меня, от профессионального психолога, где мы будем с вами, сейчас идет набор на тестовую группу, потому что идея мне только пришла, нет, вернее, она давно зрела, вот эта вот идея, противопоставить что-то вот этой пси-попсе, вот этой вот полюби себяшкам всяким, да, там подними самооценку, противопоставить что-то профессиональное, да, и вот эта вот рэп-терапия, да, вообще именно психологическое, научное отношение к теме себя, своего, я, к теме, про самооценку опять же не говорим, да, то есть оно дает вам опору, опору, не какие-то мистические вот эти вот способы, чтобы поднять самооценку, нужно купаться в ванне с розочками, да, или купить себе новую сумку, купи сумку ты этого достойно, то есть это тот самый тупик. Работать над принятием, это процесс, да, для того, чтобы вы нашли вот эту опору в себе, чтобы вы это «я» свое вычленили из груды чужих оценок, потому что самооценка – это всего лишь набор чужих оценок, которые вы понабирали. С этим работаем. Группа тестовая, мы работаем 21 день, 3 недели, да, все знаете там волшебную вот эту вот идею про 21 день, но нет, просто так удобно как раз использовать какие-то методики. Тестовая, она начинается 19, ой, 9 декабря, но я пока еще не знаю, то есть мы уходим в Новый год, и может быть, может быть, сделаем с группой какой-то перерыв, да, там с 25, например, там по 5, но начинается она 9, 10 декабря, вы можете присоединяться, потому что тема самооценки, но со здорового ее, со здорового взгляда, и мы с вами еще, получается такая группа немножко волшебная, мы же завершаем год, да, там, конечно, поработаем с желаниями, но опять же не с волшебными желаниями, а с тем, как действительно, действительно понять свои вот эти вот потребности, что-то с ними сделать на самом деле, отделить свои от чужих. Стартуем 9, 10 декабря, группа длится 21 день, она небольшая, стоит 5200 рублей сейчас, пока я не поднимаю цену, поэтому, друзья мои, всех вас очень заводят, у вас будет такой подарок себе на Новый год, да, где вы можете поработать, действительно, с профессиональной точки зрения, это то, что останется с вами навсегда, а не разовый курс по самооценке, да, где вы ее подняли, а через некоторое время нужно будет еще раз поднимать. Все, друзья мои, осталась минута в Инстаграм, значит, у нас с вами время, час прошло, если есть вопросы, можете писать под постом в Инстаграм, да, и ВКонтакте тоже, оставайтесь на связи, потому что тему эту я сейчас буду активно развивать, кроме курса, много еще у меня всяких интересных будет на эту тему мероприятий. Все, с вами была я, Ольга Сирота, говорили о самооценке, тирании, долженствовании, следите за собой, да, пожалуйста, спасибо, что были в этот поздний час, следите, отслеживайте, прописывайте, и жизнь без тревог возможна, это я вам с полной уверенностью говорю. Все, пока, до связи. Так, завершаем здесь. Так, завершаем здесь.